Здравствуйте! Сегодня на очереди 123-й Псалом. Первый послук. Песня восхождения. К тебе вознес я, возвел глаза свои, сидящие в небесах. Вместо гаюшев башамаем гаюшви, это старинная форма, употребляется для мелодических соображений. Гаюшви, здесь гаюшев башамаем немножечко два б сталкивались бы вместе, это немножко было бы менее мелодично. А так гаюшви башамаем. Второй послук. Вот, подобно глазам рабов, обращенных к руке господина их, подобно глазам служанки. Рабов, слуг, здесь более, по-русски рабов более жестко звучит, так что можно слуг сказать. Поэтому шифха, можно сказать рабыня, можно сказать служанка, это уже, значит, стилистический нюанс. И так, значит, подобно глазам рабов, обращенных к руке господина их, подобно глазам служанки, обращенным, как бы подразумевается, к руке ее госпожи Гверет, так глаза наши ко Всевышнему, обращены ко Всевышнему Богу нашему, пока он не окажет нам милость. Не помилует нас, милость не окажет. Хэн – это приятность, симпатия. Лахон – проявить симпатию, оказать милость. Если избавить от наказания, то помиловать, если просто, значит, дар какой-то сделать, проявить милость, это по контексту. И хонену – значит, проявление милости, симпатии и переводится в зависимости от контекста. Третий пасук. Хонену, я думаю, хонену, керав савану вуз, помилуй нас, Всевышний помилуй, ибо много, во множестве мы насыщались позором. Буз – это стыд, позор, безайон. В современном языке, значит, безайон, и в классическом безайон. Буз реже употребляется. Лизбо – насытится. Савану – буз. То есть были мы, значит, присыщены, насыщены, наполнены, в общем, страдали от стыда, от поношений. Четвертый пасук. Рабат – мы встречались недавно с этой формой – много, во множестве. Женский рот со смехутным окончанием – т. Рабат. Рабат – работа иногда во множественном числе, иногда в единственном. Значает во множестве – горбе. Савала навшену – насыщалась, то есть была досыта, накормлена душа наша. ЛАГ – это насмешка. ШАНАНИМ – это беззаботные, безмятежные, то есть те, кто живут в этом мире, беззаботно считают себя прочно устроившимися и, значит, хозяевами положения. ГАЛАГ – ГАШАНАНИМ – обычно в смехутся один только артикль – ЛАГ – ГАШАНАНИМ, но иногда встречается в классическом языке и, значит, двойной артикль – ГАЛАГ – ГАШАНАНИМ – более редкая форма с тем же смыслом. Значит, мы были насыщены насмешками, значит, хозяев этого мира, беззаботных. ГАБУС ЛИГЭЙ ЙОНИМ – ПОЗОРАМ – БУС ЛИГЭЙ ЙОНИМ – пишется ГЭЙ ЙОНИМ, пишется вместе, читается, значит, в два слова, то есть йод, как бы написан один йод, предполагается, значит, предполагается, что этот йод, конечный йод предыдущего слова и начальный, следующего, ГЭЭ – ГОРДЫЙ, ГИМ – ГОРДЫЕ, ГЭЭЙ с йодом в конце, это форма смехута, ГОРДЫЕ, и дальше идет определение какое-то, определение ЙОНИМ, второй йод, как бы начинающий следующее слово, ЙОНИМ – ГОЛУБИ, и при такой записи совместно, из каких-то соображений таких высшего плана, значит, эти два слова записываются вместе, при совместной записи остается один йод, ГЭЭЙ ЙОНИМ – это те, кто гордятся перед голубями, то есть молодец среди овец, так и хочется привести, значит, такую пословицу, те, кто гордятся, похваляются перед беззащитными, безобидными голубями, то есть, вот, развитие той же самой темы, те, кто беззаботно считают себя хозяевами мира, они, значит, осыпали нас насмешками, поношениями, гордились перед нами, в то время, как мы, значит, были подобны голубям, безобидным, беззащитным голубям. Вот, значит, на этом мы закончим разбор 123-го псалма.